Доброго времени суток, кому не все равно! 222 выпуск Трезвого Взгляда, такой юбилейный. Вспоминаю я тему коронки, потому что она никуда не делась. Несмотря на то, что это все с первых полос СМИ ушло, из государственных программ попытки вас жижизировать никуда не денутся, я думаю. Хоть и степень их прыти сейчас ослабла достаточно, но не везде. Сегодня я также часть интересной информации по долбежке и по фейкам оставил в выпуске без цензуры на Бастионе. Кто меня впервые смотрит, у меня есть проект без цензуры, я там уже почти год выкладываю, каждый день у меня ролики там выходят с июня. И там, чтобы смотреть сейчас все, нужно зарегистрироваться, уважать труд блогера, то есть с регистрацией там возможен просмотр и комментировать можете, и смотреть все, что угодно. Бастион – площадка без цензуры, там я спокойно экран показываю, что хочу, то и ворочу, как говорится. Так что 254 выпуск, смотрите. А сегодня тоже, это верхняя ссылка в прикрепленном комментарии и в описании к видеоролику. Переходите на мой сайт, а с сайта уже, когда щелкаете на просмотр, вас выкидывает на бастион. Начну с такой интересной темы. Я говорил, что есть такие яростные жижезенцы, которые по нескольку раз долбятся и зарабатывают бабки на этом. В основном это какие-то наркоманы и прочие деклассированные элементы. И вот один около 10 раз так жижезировался в Словении. Вместо того, чтобы получить подвиг почетный жижезенец, отправился на 10 месяцев в места не столь отдаленные. За то, что это нарушение закона – подделывать документы другим, освобождать их от этой участи злостной, быть жижезированным. При этом еще в марте интересная тема была, которая мимо меня прошла. Бангладеш зверски лишили жижи за то, что они не осудили РФ за агрессию против Украины. Бангладеш был в числе 34 государств, которые задержались от голосования. И в отместку за это Литва им не поставила КВ. Ну вот эту жижку от КВ не получила. Так что в мире появился законный способ не получать жижу, просто поддерживать Российскую Федерацию и в хрен не дуть. Такая вот тема интересная была. А в Канаде сделали первую жижу для вегетарианцев и веганов. Ее компоненты полностью растительные и веганы ликуют. Но только я не понимаю вообще, а зачем веганам жижка? Они болеют в основном в легкой форме ОРЗшками. Им это особо и не нужно. Вот в чем прикол. Но японская Митсубиши Хемикл и Филипп Морис табачная при поддержке британского фарм-концерна ГЛАКСа такую жижу сделала. Вот такая вот интересная тема. Еще я обнаружил такую тоже новость. Я этой темы касался, что в Таиланде интересные законы по компенсациям. Там особо не парятся. Выплачивают пострадавшим компенсации. Мне важны масштабы выплат. То есть это примерно 45 миллионов долларов выплатили. Ну если в эквиваленте. То есть там у них баты. В Таиланде более 12 тысяч людей получили такие компенсации. Это либо умершие, либо получившие инвалидность люди. Ну конкретно по... То есть подано около 15 тысяч было заявлений пострадавших. Отклоненных было около 2 тысяч. И еще 875 в стадии рассмотрения. А 12 тысяч 714 удовлетворено. Отмечается, что в случае, скажем, инвалидности это около 7 тысяч долларов. В случае травмы или болезни это где-то там около 3 тысяч долларов. Но вот такие вот масштабы выплат. То есть достаточно серьезные. При этом отмечается, что в США выплаты не такие. Всего один есть неоплаченный иск о возмещении ущерба. Ну то есть как-то вот в США, я думаю, во-первых, масштабы же нации были выше. И заплатить всем пострадавшим, я думаю, это достаточно серьезные выплаты. Их не хотят делать. Ну и про масштабы выплат в США я ничего не слышал. Вот такая вот интересная новость. Зачитаю два своих комментария. Кто не знает, будильник, ну он как бы веган-сыроед, да? То есть у меня веганское сыроедение. 10 лет такой пищи. Прекрасно себя чувствую. Суставы не болят. Все хорошо. Переутомленный за почти 2000 сделанных видео за 2 года. Поэтому как бы вот так. Но пропагандирую я то, чтобы люди ели сырое, растительное. Ели более простую пищу. Не ели всякую дрянь типа чипсов или майонеза с кетчупами. И вот мне люди пишут. Хочу выразить благодарность за советы про питание. После них я стал есть больше фруктов и овощей. Практически перестал есть мясо год назад. Результат оказался налицо. Практически перестал болеть. И у меня главное больная печень генетически. И мне совершенно нельзя никакие таблетки употреблять. Сразу начинается аллергия. Так случилось в этом году, что без таблеток было никак нельзя. Причем пил очень сильный НПВС, наверное, он имел ввиду. Никакие реакции не случились ни разу. Вот такой результат. Благодарю за труды и здоровье. И за будильник. Дело в чем. При детоксикации уходят аллергии. У меня аллергия на цитрусовую. На малину ушла где-то после 9 месяцев сыроедения. Я проверял. Я ем малину ведрами и не чешусь. А раньше чесался. Потому что была аллергия. На малину. И вот другой человек ему отвечает. Да, питание это главное. Мы тоже мясо не едим. В пандемию 2 года ни разу не болели. Болели только недавно этим. Так называемым омикробом. Без единой таблетки все выздоровели. Еще я пробовала сыроедение. Полгода продержалась. У меня пропали пятна на руках и ногах. Красная капиллярная сеточка на коже. Прошла бесследно. Сейчас я ем вегетарианскую еду. Но пятна не вернулись. Ну вот так вот человек ловит плюшки от детоксикации. Я не призываю вас не есть мясо. Просто если у вас нет денег на деревенское мясо натуральное, то не ешьте его, которое в промышленных масштабах продается. Это генная дрянь, которая точно вам отнимет ваше здоровье с годами. И сделает вас больным и зависимым. А еще агрессивным. Потому что эта вот продукция, она делает агрессивными людей. И они сидят. И кто-то дрочит на Бандеру. А кто-то в ярости покрывается красными пятнами. От данной фамилии. Ну и вот, переходя к главной теме выпуска. Параллельный импорт. Что это такое? Ну это тупо просто отказ от авторских прав называется. Отказ от цивилизованного мира. И признание, что авторские права превращаются в пыль. А именно, в Россию можно будет возить продукцию, даже если производитель не давал юридического разрешения на ее ввоз. Например, сейчас Самсунг торгует с вами смартфонами с помощью дочернего предприятия в России. Если его нет, торговля невозможна. Теперь же в любом магазине техники могут продаваться телефоны Самсунг. И при этом закупаться они могут хоть в Армении, хоть в Казахстане, хоть в Зимбабве. То же самое касается Эйпла, Найка и всего того, чего в России теперь нет. До начала нулевых этот параллельный импорт был широко распространен. Но его убрали, чтобы привлечь зарубежные компании. А я поясню. Они, скажем, ушли из рынка? Сказали нет. Вообще, вывод, кто меня смотрит, года, вы знаете. Сейчас то, что я говорю, это не хлопанье в ладоши правительству российскому. Это моя личная позиция по авторскому праву. То есть я считаю, что авторское право тормозит прогресс. Нужны выплаты разработчикам, то есть изобретателям. Но в целом это резко поднимает стоимость продукции и делает беднее людей. Ну вот как-то так. И они что сделали? Просто постановление Мишустина официальное написало, что цель механизма удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной собственности. До сих пор нельзя было продавать на территории нашей страны без разрешения, сказал Мишустин. На заседании Президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Параллельный импорт – это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия на ввоз. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибьютора, а через альтернативные каналы. Согласно закону, за параллельный импорт компания должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 миллионов рублей, а товары должны быть уничтожены. Ну то есть это как бы теперь ввозить можно и без штрафов. Перечень товаров будет формировать Минпромторг. Ну то есть не все такие товары будут? Почему? Потому что не все ушли из России. Я так понял, те, кто не уходили, они не будут их в список включать. А те, кто демонстративно ушел с рынка российского, они будут делать так, чтобы потребитель, во-первых, не страдал. Во-вторых, отчасти какие-то могут цены на эти товары немножко приспуститься. Ну то есть сейчас вот до этого постановления импорт Айпловских айфонов был невозможен, а сейчас их спокойно можно закупать и ввозить в страну без угрозы штрафов. Плохо это или хорошо? Для репутации страны это плохо. Это РФ опускает на уровень какого-нибудь там Южного Судана. Для жителей России это хорошо, потому что будет более свободный рынок, и вы сможете, я так полагаю, сами бизнесом таким заняться, челночным, и возить айфоны из условной Кореи или Китая. Ну это вот такая тема, ну не знаю, как это будет выглядеть практически, но для потребителя простого это хорошая новость. Самое страшное для потребителя это будет, ну следующее, просто... Просто это со временем либо отменят, либо, скорее всего, просто в оборот возьмут транснациональные компании этот товарооборот, просто будут через какие-то фирмы прогонять товары в РФ и все. Ну, таким образом, вот скажем, если это будут прямые поставки через какую-то фирму-прокладку казахскую или армянскую, или условную там, ну какую-то там, белорусскую-то нет, наверное, потому что на них там тоже санкции наложили. Но факт, что именно для экономики это не так плохо, я бы так сказал. Дефицит шин ожидается в Европе. В Чехии заявляют, что резиновая промышленность предупреждает, что в России для производства шин используется 85 мирового производства сажи. И она в основном идет из России. И из-за недостатка Немецкая ассоциация резиновой промышленности сообщила, что будут последствия и не только для шин, но и шлангов, и уплотнителей резиновых. Более трети сажи импортируются в Европу из России. Ну, более трети, то есть это там 35-40%, наверное. Из-за антироссийских санкций эти поставки отпадают. А европейских мощностей недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Так что не только шины у нас дорожают. Я себе два баллона купил, у меня там немножко с летней резиной была проблема. Но и в Европе будет проблема, к сожалению, с резиной. Еще интересно, что Литва не импортирует больше природный газ из России. А в Латвии заявили, что вообще весь газ в Прибалтику перестал поступать с начала апреля. Ну, о чем это говорит? Ну, о том, что Латвия, Литва и Эстония будут перекупать газ, скорее всего, у Норвегии там или еще где-то. И будет стоить это дорого. Наверное, там, потому что дешевле всего, как я полагаю, было у нас закупать. Проблема сейчас очень серьезная у европейских производителей еды. Они отмечают, ну, там, на различных протестных акциях в своих речах, что кукуруза была 20 евро за 100 килограмм, стало 50. Ячмень был 20, стал 40. Соя 40, стало 80. Ну, то есть удорожание в два раза. Это корма для животных. Дизельное топливо стало стоить полтора евро. Ну, оно сейчас еще, по-моему, дороже стоит. Это была где-то информация на середину марта. Плата за электричество для работы конюшен удвоилась, а в Германии утроилась. Мы более не знаем, что делать, чтобы производить качественную здоровую пищу. Мы вынуждены кормить животных раз в день, вместо двух. Люди закрывают фермы. Итальянский фермер рассказывает о росте цен за последний месяц. И причинах, почему фермеры Италии, Испании, Франции и стран Бенелюкса увеличивают протестную активность, несмотря на некоторые смягчения КВ-ограничений части стран. Сегодня еще с утра важное заявление прозвучало. Польша открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. Заявил Качинский, вице-премьер, председатель комитета по нацбезопасности. На самом деле, если бы в Польше не было никаких вооружений, ну, например, как в Швейцарии, то ей бы не грозила опасность. А когда есть ядерное вооружение, то может быть нанесен по Польше рано или поздно, когда-нибудь, ядерный удар. Это плохие новости именно для простых поляков. Движение «Талибан», которое запрещено в РФ, запретило афганским фермерам выращивать мак опиумный. Верховный лидер движения издал соответствующее постановление. Нарушители будут наказывать по шариата, а урожай мака будут уничтожать. Я еще в 2009 году был на лекции у Майорова, который говорил, что «Талибан» — единственное племя в Афганистане, которое боролось с наркотрафиком. И, скорее всего, эти времена настали. Возможно, наркотрафик с Афганистана, он, конечно, не прекратится, но, возможно, существенно снизится. Возможно, эти люди, кто сейчас у власти в Афганистане, наконец-то начнут думать о собственном населении, развивать Афганистан по какому-нибудь другому пути, а не представлять площадку для мировой олигархии для выращивания наркоты. Посмотрим, как будет. По крайней мере, сам по себе уже запрет фермерам выращивать уже о многом говорит. Ну, то есть, это интересная тема. О ней вот тоже я вам решил рассказать. Такие сегодня новости. Смотрите меня на Бастионе, регистрируйтесь, распространяйте мои видео, ставьте пальчик вверх, комментарий какой-нибудь скромный оставьте. Ну, пальчик вверх это важно, перепост тоже важен в соцсетях. Я ничего такого противоправного не рассказываю, меня даже в полицию не вызывают. Просто, ну, будильник вам рассказывает правду. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok